Перевёл и озвучил Криско Электрошоковые дубинки и балласы претерпели несколько изменений, которые делают их довольно сильными. Проще говоря, для того, чтобы сделать баллу, вам понадобятся самодельные наручники, а это значит, вам понадобится только кабель низкого напряжения. Вам точно захочется сделать два таких балласа, и сейчас я покажу почему. Просто возьми две пары самодельных наручников, и всего 12 кусков стали, которые не так уж и сложно раздобыть. Из этого ты быстро сможешь сделать два балласа, а эти штуки довольно мощные. Так, что одна бола прикрепляется к ноге человека. О, что, похоже, не произошло. Предполагалось, что он будет держаться. Ну, вот и всё. Он прицепился к его ноге, и теперь он значительно снижает его скорость. Но не надо забывать, что это паукообразный вид, а это значит, что он двигается быстрее, чем обычный человек. Ну, и я предполагаю, что их броня не обеспечивает никакого замедления. Сейчас они потеряли примерно 30% от их скорости, или около того. Они смогут снять болу, но при этом в этот момент не смогут двигаться. А если они снимут её, то смогут бросить в нас обратно. Так что это довольно забавная механика. Два балласа довольно сильная штука. Ибо я могу их просто положить в свой рюкзак, и, пользуясь горячими клавишами, могу сделать такой трюк. Это происходит меньше, чем за полторы секунды. И если вам вовремя не удалось надеть на них наручники, или же убить, то как только они встанут, они тут же попадут в ловушку, и ловут очень медленными. Или же, если ты убегаешь от них, то за счёт их медленной скорости ты сможешь сделать это очень легко. Это, правда, очень мощно. Но то же самое можно сказать и о дубинках. Если ты бросишь невключенную дубинку в человека, ничего не будет. А вот если ты её включишь, то она поразит его электрошоком. Опять же, ты также можешь их положить в свой рюкзак. Они оба весят по 20 фунтов. И поэтому ты бы мог сделать вот такой прикол. Так что да, это быстрее, чем любой станнер. И на будущее просто посмотри, как это нелепо выглядит. Да, это просто какое-то безумие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА